HR-радио представляет авторский проект Анны Несмеевой «Игра престолов». Вести из семи королевств, венциносные спикеры и интригующие вопросы. В центре внимания биографии профессионалов и летописи самых ярких проектов. Из первых уст о самых сложных задачах, фатальных ошибках и оглушительных успехах. Или ты выигрываешь, или... Никто не знает, каким будет итог, но будет интересно. «Игра престолов». Добрый день, дорогие коллеги, HR-пиарщики и коммуникаторы, все, кто сегодня слушает нас на волнах HR-радио. Сегодня с вами финальный выпуск «Игры престолов». Целый год мы были с вами вместе, а я представляла вам замечательных гостей, моих друзей, людей, которые делают коммуникации в нашей сумасшедшей стране, в этом городе. И сегодня мы завершаем этот познавательный цикл. Завершаем его вместе с Екатериной Белоусовой, которую вы выбрали своим голосованием на Фейсбуке. Ну и маленькая ремарка. Так получилось, что мы с Катей набрали голосов поровну. Поэтому мы решили поделить эту программу пополам. Половину вопросов буду задавать я, а половину вопросов будет задавать она. Так что сегодня состоится дебют. Катя, дебют в роли радиоведущей? Да, в качестве интервью ЕРа. Всем привет. Меня зовут Катя Белоусова. Спасибо большое, Аня, за приглашение. Спасибо большое за то, что проголосовали. Очень приятно, очень неожиданно. Это прям как снег на голову. Так что сегодня мы позажигаем. Позажигаем. Ну уж точно. Готовьте уши, валидол, чай. Страх и ужас в романовском переулке на крыльях ночи. Кать, как для тебя прошел этот год, скажи мне? Ой, этот год был для меня годом, скажем так, больше внешних коммуникаций, чем внутренних коммуникаций. Этот год был для меня годом построения ценностного контекста, попыток построения ценностного контекста в маленькой компании. Этот год был для меня работой в стартапе, в коммуникациях в стартапе. Совсем-совсем в стартапе. Было бодренько, было много нового из сферы коммуникаций в диджитал-проекте, в абсолютно диджитал-проекте. То есть это сильно отличается от оффлайн-компаний. Это вот из нового веха. Ну слушай, тогда зацеплюсь за твои слова, зацеплюсь за историю про диджитал. И хотела бы тебя спросить вот о чем. Мы сейчас все в шоке и трепете смотрим за буквально видеобаттлами, которые происходят в Ютьюбе. То Навальный там что-нибудь скажет, то ему там некий олигарх там что-нибудь ответит, то какой-нибудь рэпер скромно споет о том, что не надо ходить на митинги. Скажи мне, пожалуйста, вот видеокоммуникации, видеоконтент, он, как думаешь, имеет... Какое он будущее имеет во внутренних коммуникациях? Ну смотрите, раньше пользователи готовы были читать. Сейчас пользователи цифровой информации очень сильно обленились. Очень-очень сильно обленились и предпочитают... Может быть, это возрастная особенность того поколения, которое выросло в сетях, в диджитале. Может быть, это просто как слепота некая, которая... Как раньше была баннерная слепота, сейчас есть информационная слепота. Поэтому пользователи предпочитают смотреть глазками. Единственная особенность, важная для построения эффективных коммуникаций именно в видеоконтенте, это то, что ролики должны быть определенной длины, потому что 20-30-40-минутный ролик никто смотреть не будет, ни у кого на это нет времени, во-первых. Во-вторых, теряется внимание. Три-четыре минуты ролики, за ними будущее, по крайней мере, в ближайшие пяток лет, точно то поколение, которое выросло и адаптировалось к этому виду контента, оно будет расти. Хотя, возможно, с появлением огромного массива видеоконтента какая-то информация будет теряться, и коммуникаторам придется изгаляться по-разному, чтобы выводить свою информацию в топ. Слушай, ну у меня прям сразу два вопроса, исходя из твоего ответа, они так множатся, множатся. Скажи, ты сама любишь смотреть видео? Нет, я читающая, я очень быстро теряю, если я смотрю видео. Пробовала когда-нибудь? Я, на самом деле, тоже не люблю смотреть видео, и если мне приходят ссылки на видео, и я могу их не смотреть, я их не смотрю. Точно так же. Но я задала себе просто вопрос, почему, и у меня некий ответ появился. У тебя есть ответ, почему ты не любишь смотреть видео? Времени нет на это, то есть мне проще, я быстрее читаю, чем воспринимаю видеоинформацию. Опять же, видео подразумевает звук в основном, а звук это значит доступ к этой информации, может быть, у меня ограниченный в какой-то период, не знаю, я, может быть, сижу в офисе, у меня не воткнуты наушники, я, может быть, еду в метро, и у меня нет с собой наушников. А я, может быть, стою в пробке, и у меня там какой-то другой новостной. Я картинку, если включу, и я увижу, что она меня не зацепила, я даже не буду стараться включать звук. Если нет звука, то дальше уже смотреть нет смысла. Ну, на самом деле, сейчас они обхитряют рекламные, по крайней мере, рекламные ролики это обхитряют, дают либо с титрами, либо с такой разверткой, чтобы можно было смотреть без звука. А у меня, на самом деле, нашелся парадоксальный ответ, потому что есть, безусловно, контент, который в видео смотрится гораздо лучше, чем в тексте, и он короче, эмоциональнее. И для меня вот ответом стала как раз эмоциональность, потому что к тексту я могу относиться критично. Ну, то есть я вычленяю из него рациональное зерно, я могу там спорить, не соглашаться с аргументами или поддерживать автора. А видео, если оно сделано хорошо, оно бьет по эмоциям, минуя рассудок, и затягивает меня на тёмную сторону силы. А я же не хочу, я же хочу сама управлять своими, как бы, да, там, переживаниями, рассуждениями. А если оно плохо сделано, то есть оно не вызывает этого отклика, то его и смотреть неинтересно. Ну, кроме качества видео, да, там, красота, эстетичность и так далее, вот я, например, лично смотрю только ролики эмоциональные, социальные, потому что они вызывают у меня какую-то отклик. Да, абсолютно верно. На самом деле за эмоциями будущее в коммуникациях. Как я говорила, появилось так понятие, как информационная слепота. И если видео или любой информационный предмет, да, информационная единица не вызвала эмоцию, она проходит мимо пользователя. Ну, самый простой пример. Выиграл человек телевизор, повесил на стену, два дня он помнит, что ему там где-то он его выиграл, потом он воспринимает как данность. Если человек получил какую-то эмоцию, выиграл эмоцию, вы там, не знаю, прыжки с парашютом, еще что-то, еще что-то. Оторвал, да, там кусок черепицы с замка, на который он залез. Да, эмоция осталась. И тогда человек будет помнить про это событие, все, что с этим связано, до конца дней своих, потому что есть вот та самая эмоциональная составляющая. Поэтому эмоции в текстах, эмоции в видео, эмоции в картинках, эмоции везде. Если есть эмоция, сообщение не пройдет незаметным. Если нет эмоции, то, ну, конечно, при остальной совокупности факторов, там, приоритетность, время и так далее, и так далее, размещение информации. А если нет эмоций, то все, можно забыть про... Например, недавно был видеоответ товарища Усманова. Да. Усманова, то есть прошло бы мимо, если бы весь Рунет не начал ржать и эмоционировать на эту тему. Ну, по крайней мере, мимо меня. Когда я уже увидела Коубы, когда там, не знаю, наложили звук, Усманов читает Бродского, Усманов разговаривает голосом там из «Здравствуйте, я ваша тетя», еще чего-то. Оно зацепило, оно смешно. Я уже, так и быть, я включилась и посмотрела оригинал. Просто потому, что появилась какая-то эмоция у этого. Если бы не было, поскольку я вне политики, оно бы так вот и промаршировало мимо меня. Соглашусь с тобой. Ну, и вторая мысль, которая возникла у меня после твоего ответа о будущем видеороликов, это к вопросу о накоплении информации. Ведь это касается не только роликов, но и массива текстов. И подозреваю, что более или менее похожий вопрос решали в наступлении эры книгопечатания и в появление там, я не знаю. Ну, то есть каждый этап, который позволяет массово тиражировать информацию, выходить на новый потоковый уровень информации, сталкивается с этим вопросом. Насколько мы должны бережно относиться к предыдущим вот этим информационным единицам, к этим коммуникациям? Или нет смысла их хранить, нет смысла их беречь? То есть важно сделать здесь, сейчас и быстро. И идти дальше, и дальше, и снова дальше. По отношению к истории у меня только один-единственный, как у человека, который занимается и внешними коммуникациями в том числе, предыдущая коммуникация не должна вступать в конфликт с... Последующей. С последующей коммуникацией. Потому что как только она включается в конфликт, всегда найдётся человек, который это заметит. Ну, это святое дело. Да, и дальше тогда траст-фактор, он будет разрушен абсолютно, и никакого смысла делать дальше коммуникации от компании, от лица, от кого угодно, не будет просто потому, что доверие будет нарушено. Я имела в виду именно архивы в прямом смысле слова, потому что мне в последнее время приходится работать, вот у меня уже второй, третий проект подряд идёт по перезапуску корпоративных порталов, и мне говорят, не трогайте наши архивы, мы будем переносить наши архивы, вот там новости какие-то, там сообщения, там файлы и так далее, и так далее. Это гигабайты, это гигабайты, гигабайты. И я бы не сказала, что это очень востребованная информация. Ну, я, честно говоря, как коммуникатор, вообще никогда никакую информацию не выкидываю, потому что я знаю, что сегодня она не нужна, а через пять лет мне эта записочка с номером телефона, она понадобится. Поэтому я хомячу... Ты схомячишь. Я хомячу всё абсолютно, более того, я понимаю, что сегодня я здесь работаю, и завтра на моё место придёт кто-то другой, и человеку, возможно, придётся искать информацию, чтобы не накосячить в будущем, чтобы также его информация не противоречила чему-то там. Ему надо будет от чего-то отталкиваться. Даже при тотальной очистке информационной кампании, знаете, когда обновление идёт, культурное какое угодно, всё равно нифигово было бы иметь историю. Мы же историю не удаляем в своей стране. То есть всё-таки ты за историю? Я Плюшкин. Я Плюшкин, я за историю, потому что история позволяет нам не делать тех ошибок, которые мы делали. Более того, за историю не просто хранить материал, а ещё хранить материал с какими-то данными о том, насколько он был востребован, насколько он был читаем, насколько он был просматриваем, вызвал ли он хейт, или вызвал ли он позитивную реакцию, потому что там мы будем понимать, какой поведенческий паттерн можно ожидать в дальнейшем от потребителя информации. Ну, в диджитал-коммуникациях это сделать несложно, в принципе, и всё это хранить, и учитывать отклики. Конечно, в бумажных носителях сложнее. Ну, слава богу, paper is dead. Я всё-таки надеюсь на то, что paper is dead. А это, кстати, потом будет один из моих вопросов к тебе. На тему бумажечек, да, потому что... Ну, всё-таки я настолько диджиталилась в лингвалео, что у меня всё хранится в совершенно виде. Я практически избавилась от бумажек на столе, хотя до этого, когда работала в других компаниях, у меня были завалы, какие-то журналы, ещё чего-то там, корпоративные газеты, и всё это накапливалось, и, слава богу, чёр-чёр-чёр, всё это исчезло, теперь есть... Ну, я свой ответ придержу, у меня есть, что тебе это ответить. Осталось мне, пожалуй, ещё несколько вопросов задать тебе, и передам микрофон пальму перенства в твои цепкие лапки. Если мы всё-таки говорим о том, что мы уходим в диджитал-эпоху, мы уходим в эпоху видеоконтента, насколько компания... Как бы вот лучше это сформулировать? То, что они не готовы, я знаю. Насколько компаниям нужно готовиться к тому, что контент будут генерить пользователи, потому что это следующий шаг. Я думаю, что компании уже с появлением соцсетей, внешних соцсетей, компании уже должны были перестроиться на то, что пользователи будут генерить информацию, потому что поведенческий паттерн человека в реальной бытовой жизни диктует то, что он выкладывает массивы информации. Это касается, не знаю, даже внешних сообществ, внешних аккаунтов брендов в соцсетях. То есть они созданы не для того, чтобы рассказать о распродаже, а в первую очередь для того, чтобы собрать обратную связь с пользователем. То есть пользователь генерит информацию, на которую бренд реагирует. То же самое касается и внутренних коммуникаций. А сотрудники... Катя, ты удивишься, какие ответы дают люди, когда им задаешь вопрос, для чего вы создали свой аккаунт ВКонтакте? Поверь мне, это так много разного компаний отвечают. Про обратную связь немногие из них говорят. Но мне кажется, поскольку все-таки век односторонних коммуникаций работодатель, сотрудник, он уже... Ну, я надеюсь, что ушел. Ну, ладно, хорошо, пусть он уходит. До свидания век односторонних коммуникаций. Компании должны быть не просто готовы, они должны перестраивать все свои коммуникации на то, чтобы слышать сотрудника и отталкиваясь от того, что говорит сотрудник, принимать какие-то решения, какие-то политики, какие-то что угодно. Это касается и бизнес-процессов, это касается и каких-то там корпоративных ништяков, ну, чего угодно. Вот. То есть ты за двухстороннюю коммуникацию. Абсолютно, абсолютно. Ну, и последний тогда я, пожалуй, задам тебе вопрос в пандан к этому, продолжая его. Мы знаем много ситуаций, когда люди хотят, да, но по каким-то причинам компания им не дают, да. Они как бы ретрограды, они как бы устарели. И мы там объясняем, ведем разъяснительную работу, еще что-то. Но недавно, опять же, вот на одном из своих учебных курсов я столкнулась с совершенно обратной ситуацией. У меня училась чудесная, на курсе редактора корпоративных СМИ училась девушка, которая ведет чудесный диджитал журнал в компании. Он прям вот такой весь мега из себя прогрессивный, такой вот там вот все. И когда они его планировали, они рассчитывали, что как раз контент будут генерить пользователи. Но. Люди тюлени? Вот, но большинство из них оказалось не готово к этому. Более того, они даже и не хотят готовиться к этому. То есть, ну как бы им хорошо, им прислали по почте, да, они открыли ссылочку, почитали. Да, есть такие, на самом деле, я сейчас думаю о том, что, ну, на самом деле, это проблема любых самых движущных компаний, что людей надо раскачивать, людей надо воспитывать, людей надо приучать. Я не могу сказать, что в компании «Энтер», где там было 70-80% уникальных посещений в деньги в соцсети, все так прям сразу пришли и пошли писать, говорить в соцсетях и так далее и тому подобное. Это была воспитательная работа, причем начинать надо было с головы, потому что, как я вижу, мой опыт подсказывает, что сотрудники мимикрируют под своих руководителей. Если руководитель что-то делает, это делают уже и сотрудники. То есть, они пытаются как-то подстраиваться. Даже самые ленивые, они все равно пытаются подстраиваться. Людей можно, в конце концов, мотивировать чем-то. То есть, мы тоже сначала давали за каждую единицу контента какие-то няшечки, ну, виртуальные, да, то есть, так потихонечку, потихонечку, потихонечку воспитывая людей. Понятно, наверное, что с 25-летними это сделать попроще, просто потому что они более... Игривые. Игривые, да, они готовы делиться, они хотят делиться, у них новое восприятие, то есть, что их «я» – это важно, да. Понятно, что с людьми более взрослого возраста это тяжело, да, потому что те, кто прошел советскую школу, например, да, они немножко не в другом формате, они привыкли, что они должны и обязаны работать, они должны и обязаны работать молча. То есть, ну, и вот в таком вот формате... И вообще как бы не прилетело, скажешь. Да-да-да-да, сейчас как бы не было чего-нибудь. Как бы не наказали за это. Немножко другая ментальность, другие характеристики поколения, которые были воспитаны именно социумом. Поэтому их надо потихонечку тоже раскачивать просто аккуратненько, гладенько, без резких телодвижений, ну, начиная с головы, все будет хорошо. Ну и какой совет ты дашь людям, оказавшимся в такой ситуации, когда надо раскачивать и надо сделать как-то, чтобы сотрудники заговорили. Первое, чтобы начали говорить руководители. А с руководителями элементарно всегда можно договориться, потому что это их прямая обязанность, им за это платят деньги, за то, что они лидеры, за то, что они показывают пример, а с ними просто договориться, что они должны без вариантов в течение какого-то периода генерить контент. И как-то мотивировать сотрудников, поощрять их, награждать лучших писателей, лучших авторов, самых социально активных и так далее и тому подобное. Корпоративных видеоблогеров. Самое главное, чтобы тут еще, знаете, такой момент бывает так, что генеральный вроде поддерживает, руководители отделов поддерживают, вы мотивируете, потом приходит СБ и все закрывает. Вот такое тоже бывает. Или там косо смотрит, или сколько времени вы проводите на сайтах корпоративных, такие тоже я кейсы слышала. А типа мы с одной стороны бегаем, с бублами говорим, ребята, пишите, ребята, давайте, ребята, иди. А потом приходит СБ и говорит, а что вы делаете, у вас полная часа в день, а почему у вас была открыта социальная сетка? То есть это тоже надо изначально заранее договариваться с службой безопасности, что это теперь инструмент. Вот им, кстати, вот с ними, единственное, им надо объяснять. С ними нельзя по-пацански договориться. Им надо объяснять, разжевывать. И желательно, чтобы это было сделано в присутствии более сильного и тяжеловесного лидера, нежели коммуникатора обычно. То есть даже HR-директор зачастую не подходит в роли объяснителя. Тут обычно приходится заходить прям сверху. Да, слушай, ну просто путь тернист. Но будем надеяться, что проходим. Не, на самом деле, когда приходится преодолевать какое-то сопротивление внутри компании, это гораздо больше сил занимает эмоциональных и других, нежели даже сам организационный процесс внедрения ещё чего-то, ещё чего-то, потому что танцы с бубнами, они прям выматывают, потому что коэффициент праведного действия зачастую очень низок, просто потому что приходится преодолевать сопротивление людей к тому, чтобы им было потом хорошо в итоге. Ну, слушай, просто, думаю, все слушающие нас намотали на ус, поставили за руку, просто на рукоятке своего винчестера. Ну, пожалуй, вот последний вопрос тебе задам, может быть, который будет касаться каких-то внешних мероприятий, но мне было бы интересно узнать твоё мнение. Мы с тобой ведь внутренними коммуникациями занимаемся очень давно и регулярно встречаемся, поскольку мы люди говорящие, вот, мы регулярно встречаемся на разного рода мероприятиях, активностях. Что ты можешь сказать о тех проектах, не знаю, форумах, конференциях, каких-то неформальных встречах, которых стало всё больше, которые есть на нашем рынке? Чего много, чего не хватает, чего хотелось бы, может быть? Мне бы хотелось бы получать больше кейсов, меньше самопиарных, больше про креатив и про эффективность, потому что приходишь на форумы иногда, а выходит кто-то и начинает рассказывать про то, как они HR-бренд прокачивают с помощью сувенирки, например, да, и ты сидишь и думаешь, а иногда приходит какая-нибудь барышня, не сказать, какая-нибудь конкретная, был у меня кейс, когда я пришла на конференцию, а там выступал человек, который занимается ивентами, по-моему, это был Сбербанк, а тройка диалога там, бывшая тройка диалога, и она рассказывала, как она договаривалась, сделала ивенты, темы и так далее, и тому подобное, берёшь под галочку там себе, потом такие же идеи можно и у себя применять, адаптировать под свой, то есть хочется каких-то кейсов. Ты веришь в переносимость кейсов? Да, конечно, более того, когда она рассказала про идею, я не говорю про прямое мимикрирование и копирование, но если я понимаю, что она говорит, что типа там на ура зашло, когда у тебя опять четыре топ-менеджера сидели на сцене, весь корпоратив в качестве ведущих, и тут я понимаю, что моих-то я, наверное, тоже могу заставить, но формат там чего-то там не подойдёт, но подойдёт формат «Прожектор Пэрис Хилтон» в виде алкоголиков, я понимаю, что я могу договориться с четырьмя топ-менеджерами, это был самый лучший корпоратив, который и был, и, честно говоря, я идею подчеркнула ровно на том форуме, где я слушала этого спикера. Поэтому есть какие-то кейсы очень интересные, не знаю, там про ивенты, про организационные моменты спортивных кейсов, когда люди на благотворительность поднимали деньги, ещё спорт и ещё чего-то, то, чего я никогда не делала. Вот именно кейсовость с конкретными результатами. Если они говорят, да, вот мы сделали марафон, и мы собрали там X рублей, для меня это, я понимаю, что возможно в моей ситуации я могу это имплементировать и сделать, ну просто адаптировав это под те особенности своей компании, которые есть. Вот мне не хватает на креатива и кейсовости, потому что просто рассказать о том, как классно внедрять соцсетки, ну как бы, да, наверное, классно, что это правильно, или что правильно делать корпоративную благотворительность, да, это правильно. Вопрос, как это сделать, вот технически, ручками, какие этапы, какие сложности, во что завернули это всё, вот эти обёрточки, ну вот прям вот этого не хватает. Ну вот здесь, боюсь, мы с тобой не сойдёмся во мнениях, потому что, поскольку я-то занимаюсь много именно образованием в области внутренних коммуникаций, могу тебе сказать, что, на мой взгляд, людям вот просто катастрофически, ну за редким исключением, не хватает именно систематизации, не хватает системного понимания того, как это устроено. То есть мы-то с тобой можем имплементировать кейс, понимая, какая механика его движет, а не просто мартышничают. Ну это просто уровень тогда, уровень, ну есть там бигинеры, есть миддл, есть там синеры, да? И таких людей очень много, понимаешь? Они точно так же приходят и говорят, дайте нам кейс, только у них-то история такая, я сейчас этот кейс возьму, и вот его один к один повторю, и у меня будет счастье. Не, ну так тоже не работает. Счастье, во-первых, не наступает, а во-вторых, даже если вдруг, вдруг повезло, и как бы там марафон состоялся, то совершенно непонятно, что делать с его результатами, и что делать дальше. Ну это, да, это уровень бигинеров, когда и там начало миддла, вот среднего уровня, когда людям надо просто понимать, как работают коммуникации, а после этого уже, ну, слушай, чем больше мигрирует HR-ов в нашу отрасль, тем с этим хуже. Ну и сейчас, на самом деле, конечно, вообще... Потому что они просто под другой заточены. Сейчас круто то, что вообще хотя бы коммуникаторов выделяют в отдельное направление, потому что был период, когда, не знаю, коммуникациями занимался компенбен, да, то есть когда люди, которые занимаются, не знаю, страховками и прочим, приходят и начинают... Компенбен не сталкивался, а вот трек... Кадры, да. Трек-девелопмент, да, куча, да. Да, бывает такое, да, как бы... И понимают, что это люди не про коммуникации вообще, они не понимают, как работают каналы, как работают инструменты, вообще что такое каналы коммуникации. Слово «солевая аудитория». Ой, это вообще, да, это хорошее. Любимый ответ «все сотрудники компании». Да-да-да-да-да-да-да. Это вот на самом деле, когда мы внедряли, собственно, в Энтере эту социальную сетку, кейс был успешный, кейс был удачный, кейс был яркий, эффективный, все классно. И многое, многое про него рассказывала, я прям чесала по конференциям с этим кейсом. И ко мне приходили, говорили, это был самый глупый вопрос, который я слышала. Катя, а какую же сетку, какая сетка лучше, как вы думаете? И тут у меня всегда в голове была картинка, когда мне было 18 лет, я работала в Макдональдсе, в том числе на кассе. И самый вопрос, который меня больше всего убивал, а скажите, какое мороженое самое вкусное? А я откуда знаю, какое мороженое будет для вас самое вкусное? Для того, чтобы понять, какое вкусное мороженое будет для вас, мне надо понимать, любите ли вы клубнику, любите ли вы шоколад, любите ли вы карамель. Не жрёте ли вы при отвесе? Да, 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 да. Нужна ли вам крошка шоколадная? Как себя чувствуют ваши зубы? Может, у вас аллергия. Откуда я знаю, какое будет вам вкусно? То же самое с социальными сетками. Откуда я знаю, какая для вас будет самая правильная? Для того, чтобы ответить на эту вопрос, я не знаю, кто у вас целевая аудитория, чего вы хотите. И так далее. С которым мы как бы ведём переговоры по перезапуску портала. Он сказал, ну, вы же много перезапускали портал. Я говорю, да. Ну, может быть, вы без аудита и у нас перезапустите. Вы же знаете, как это делать. Ну, вот. Хорошая кисть, да. Кто у вас целевая аудитория, чего вы хотите добиться от вашей социальной сетки, кто с ней будет работать. Какая у вас доступность социальной сетки для сотрудников. Да, 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 да. Вы же всё знаете. Вот, тогда у меня к тебе вопрос. Три самых больших глупости, которые ты слышал от коммуникаторов. Вот. Ой, слушай, отличный вопрос. Просто мега вопрос. Ну, первый мой любимый вопрос, это, когда я их спрошу, кто целевая аудитория. А, ты не ответы, ты вопросы, да? Да, да, да. Три самых глупых вопроса. Да, да, да. Тут вопрос или ответ тебе? Нет, нет, ответ, ответ. Ответ видно на вопрос. Ну, вот от которого меня просто начинает колбасить и трясти про целевую аудиторию. Все сотрудники компании, потом люди немножко задумываются, говорят, и ещё их родственники и клиенты. В этот момент мне хочется просто пойти повеситься. Я иногда задаю вопрос, а они жители всего города? Может быть, все россияне. Ну, то есть, вот в этот момент ты понимаешь, что человек в коммуникациях не понимает вообще ничего, и тебе надо начинать с азов. Но я, поскольку уже, как это, простая русская баба, мужем битая, ну, как бы, да, жизньючная, я сажусь, начинаю рисовать картинки. Что такое целевая аудитория? Чем она отличается от аудитории покрытия? Как мы там группируем людей в целе? Ну, в общем, этот навык я уже вот за 5 лет преподавания точила. Следующий вопрос, который меня тоже убивает. Ну, у меня, знаешь, меня все-таки немножко с преподавательским акцентом, потому что я в основном сейчас с коммуникаторами общаюсь в роли, как бы, тренера или куратора школы. Следующий вопрос чудесный. Когда ты им всё объяснил про целевую аудиторию, и они, как бы, впечатлились. Следующий вопрос, который задают с ужасом и с обмиранием в голосе. Нам что, под каждую аудиторию делать свой канал? Да! Вот, то есть, вот это такой ужас, который вот просто вот у них написан на лице в этот момент и звучит. Ну, я говорю, ну, наверное, не для всех, но выберите основные, ну, посчитайте там эффективность. А когда хочется сказать, ну, как бы, вот, ну, да, вот, да. Действительно, хороший, 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 хороший вопрос. Вот. И третий вопрос, на который у меня лично ответа нет, я его считаю совершенно идиотским, но у меня вот на него тоже нет ответа. Я его слышала от разных коммуникаторов, от HR-ов, разной степени продвинутости. Что мне делать, когда руководитель не верит во внутренней коммуникации, не хочет разговаривать? То есть, можно давать очень много всяких советов потом про продажу себя, да, про разные кейсы, еще что-то, но как человек, который там пожил в корпоративном мире, я думаю, ты здесь со мной согласишься, ты в глубине души понимаешь, что если он не верит, не любит, не хочет, ну, вот. Хоть по трамвайу ложись, да, бесполезно. Да, там хоть канканом уплеши на столе. Ну, да, нет, конечно, к некоторым там можно, ты понимаешь особенность там человека, что он понимает про цифры, все, да, к нему можно зайти с цифрами, но продажа внутренняя состоится, но если человек не верит, он не будет этого делать, все с нами будет работать, он, ну, ты его на органе не затащишь. Ну, да, я всегда говорю, что как, Нахапитян сказала, что корпоративная культура есть не что иное, как модель управления, поведения топ-менеджмента. Если руководитель не верит в это и не проецирует это, то это не будет работать. Да, я согласна. Вот, пожалуй, три моих топа. Топ-три. Так. Следующий вопрос про корпоративную социальную ответственность. Для меня это больной вопрос, для меня это такой важный очень вопрос. А как, по-твоему, вот экспертно брать деньги у компаний на это или вовлекать сотрудников в привлечение какой-то денег и как определить, куда направлять деньги, чтобы это работало, чтобы это было бы холостовым? Я тебе отвечу, хотя я не сам большой эксперт на КСО, но поскольку как бы вот вижу, что происходит на рынке и там более-менее понимаю, как это организовано, я тебе отвечу так. Есть заинтересованность компаний, у которой она может быть, вот извини, открытым текстом, совершенно не связана с желанием кого-то облагодетельствовать, а совершенно там с какими-то другими причинами, обстоятельствами. Ну, потому что правильно, или потому что первое, или потому что еще... Выходы на рынки, я не знаю, личное мнение руководителей, еще что-то. Тогда, если есть такая причина, то, безусловно, надо сесть и разработать принципы и политику КСО, выбрать те направления, которые нужны, посчитать инвестиции и отдачу, как в любой бизнес-проект. Если мы с тобой говорим именно о волонтерстве, то есть не о корпоративной социальной ответственности, потому что это не обязательно волонтерство ведь. КСО может быть совершенно разное, например, делать наше производство более экологично. КСО. Можем быть, да. Если же мы говорим с тобой о волонтерских проектах, то я считаю, что компания здесь должна принимать минимальное участие. Вот прям вот, чем меньше там компании, тем лучше. И в качестве подтверждения приведу тебе простейший пример. Посмотри, как живет и развивается проект «Бессмертный Бог». Пока его не трогали руками разные организационные структуры, проект был прекрасен, он всем нравился. Чистый, да, прекрасный, эмоциональный. Он вызывал только позитивные эмоции и все было здорово. Второй год его проводят под патронажем разных госструктур и уже он вызывает отвращение. Не только у либеральной общественности, в кавычках, но и у тех, кого туда просто сгоняют. То же самое абсолютно касается волонтерства. Здесь надо работать с инициаторами, с инициативными людьми и с компанией. Оказываем организационную поддержку. И в первую очередь организационную, а не деньгами. То есть единственный вариант, когда я видела, когда деньги сработали в таких проектах, я его привожу в пример. То есть деньги тратят многие. Но, на мой взгляд, это не то, что нужно, потому что это ведет к потребительскому поведению благополучателя. А вот единственный раз, когда я видела и мне это понравилось, я надеюсь сделать еще программу об этом в каком-то другом формате, это проекты, которые ведет фонд образованный при Русале. Я боюсь назвать его, боюсь ошибиться в названии. И проект отстартовал у Рустама Закиева. Они собрали молодежных активистов по зонам присутствия Русала и отбирают проекты следующим образом. То есть молодой человек должен, если он хочет в этом участвовать, в проект молодежного актива, должен предложить некий проект и обосновать, чем он улучшит жизнь его родной территории. Поселка, города, деревня, чего угодно, квартала. И защитить его по стандартам защиты бизнес-проектов. Показать, какая у него есть команда, какие у него есть ресурсы, какая будет возврат. И они вот по пирамидальной системе проходят защиту, и на группу проектов, дошедших до финала, компания дает ресурсы. Очень круто. Опять же, здесь дается конкретный ресурс для реализации конкретного проекта, который имеет конкретный профит. Не вообще абстрактно. Ну, ребят, не верю я в эти бесконечные марафоны, мы все побежали, а завтра мы сняли майки. И вот дело-то делают те, кто в фонде сидят, и эти деньги потом превращают в благо для детей, а не вы, побегавшие один день по Ленинскому проспекту. И вот здесь вот этот проект, я понимаю, про что это. И вот они там светофоры ставят, или делают переходы для слабо видящих людей звуковые, или там, я не знаю, какой-то там приют для кошек-собак реализуют, или еще что-то там они делают. Площадки какие-то детские. Очень круто проект, да. А как, по-твоему, лучше определить, куда же компании направлять деньги, или в какую сторону благотворительности им двигаться? Ты сейчас про волонтерство или про КСО? И про то, и про другое можно. Ну, про волонтерство ответ я дала всегда. Всегда смотрите просто, куда люди идут. Потому что среди ваших сотрудников всегда есть кто-то, кто уже делает какие-то вещи. Делает сам, без помощи. То есть спросите людей. Конечно, конечно. Можно всегда это и в виртуале собрать, и в реале собрать, желающих поговорить, собрать идеи, обсудить. А проблем здесь не будет. Про КСО, ты знаешь, вот про КСО тебе не отвечу явно, но я бы все-таки, я не внешний пиарщик, но я бы говорила о том, что здесь, если мы, ну, понятно, что мы всегда будем говорить с добро, вот, но если мы хотим все-таки от этого разумного пиара и разумного джиара, то посмотреть, какие ближайшие годы объявлены в стране. Это будет год экологии, год спорта, там, год, я не знаю, территорий каких-то, еще что-то. Ну, и второй проект, которая, вторая тенденция, которая также точно важна для КСО любого пиара, будьте уникальными. Ну, например, если вы возьмете в качестве идеи для КСО проекта развития, например, малых городов и малых территорий, вот, во-первых, у вас будет очень большой, ну, как вариант, да, огромное разнообразие, да, активностей, возможностей, у вас будет резкий рывок, потому что там ничего нет, а потом что-то появится, и будет реальная польза, да, то есть и пиар-отдача там будет хорошая. А сотрудников, стоит здесь спрашивать про то, чем, как бы, куда бы они хотели? Ну, я бы не стала, я бы не стала путать волонтерства и КСО все-таки, мне кажется, это разные вещи. Окей. А что ты думаешь о таком модном слове, как аджайл в коммуникациях? Ну, да, жалко, что у нас не видеорадио, чтобы все увидели... Да, сейчас вы увидели они на лицо. Да-да-да-да. Скептическую историю. Значит, я вам вот что скажу. Помнишь, ты говорила про информационную слепоту? Угу. На рынке консультантов и разного рода пророков, провозвестников меньше не становится. Их становится только больше. Они просто вот плодятся и множатся в геометрической прогрессии. Как им привлечь к себе внимание? Ну, книжку писать это сложно, тяжело, и как бы, да, еще неизвестно, чего выйдет. Вот. Но можно быстренько вытащить из-за кромов какую-нибудь теорию, встряхнуть ее, щеткой, плотиной почистить. Вот. И придумать... Стразики прилепить. Да, придумать, как он... Можно брошенцовый цвет покрасить. Вот. И придумать, как он... В голубой, да, у нас теперь голубые организации. Я когда это слышу... Бирюзовые, да-да-да. Меня начинает просто колбасить. Извини, бирюзовые, да, голубые, это не продукты. Нет, там тоже есть еще и голубые, но эти конкретно бирюзовые, да. Если пиаровская упаковка произошла хорошо у продукта, перекраска, там, стразики, как бы, да, там, бантик на коробочке, то продукт начинает, как тот же видеоролик, вирусно распространяться. Копни чуть поглубже, вот сядь, посмотри, ты увидишь, что там истории, это те же самые, которые были раньше. Я бы сказала, что у нас меняется инструментарий с появлением новых технологий. Мы стали чуть, может быть, вариативнее в том, что стали... А может быть, кстати, это возвращение к истокам, когда между маркетингом и коммуникациями не было такой пропасти. Мы стали активнее использовать маркетинговые инструменты, рекламные, да, инструменты каких-то других отраслей. Но смысл и структура, она вся та же самая. Называет ее agile, не называет ее agile. Ну вот. То есть адекватные вещи остались адекватными вещами, неадекватные вещи, хоть они в agile, хоть и не в agile, они все равно неадекватные. Безусловно. Но потом, что говорят нам проповедники agile? Что будьте гибкими, смотрите по сторонам. Обычные здравые мысли, грубо говоря. Так интуицию, здравый смысл никто не отменял. И до agile, да. Ну. Хорошо. Какие самые дурацкие корпоративные правила ты встречала? Ну, ты же много консультируешь, у тебя есть клиенты, которые там просят реорганизоваться. Я субъективно скажу, потому что боюсь, что мое мнение здесь будет встречено скептическими ухмылками или свистом с той стороны экрана. Но я все-таки скажу. Я вообще по природе своей одиночкой, я такой не групповой, не тусовочный человек. Поэтому как только я сталкиваюсь с правилами, основанными на запретах, я реагирую на них очень плохо. И подозреваю, что не только я, но и большинство людей, особенно там нашего поколения, которые очень берегут свое личное пространство. Поэтому я лично очень плохо отношусь к террескоду. Вот, к любому. Ну, то есть, это не отменяет здравого смысла. То есть, если у человека, условно говоря, пришедшего к тебе как профессионал, не хватает здравого смысла понять, что на встречу с клиентом в шортах лучше не ходить, но никакой дресс-код ему не поможет. Это да. Инъекции в голову только. Нет, это проще как бы пинком инъекцию на улицу. Отстрелить. Потому что это не лечится. Вот плохо отношусь к дресс-кодам. Я плохо отношусь к записанным кодексам и ценностям, хотя сама их регулярно пишу по заказу, потому что, на мой взгляд, вот здесь можно Библию процитировать, слово изречённое ложь есть, то есть, как только вы начинаете их кодифицировать и высекать, отливать в граните, они вот в этот же момент начинают умирать. То есть, вместо того, чтобы оживлять их, вместо того, чтобы проживать их, да, через сотрудников, вы начинаете их записывать, потом вы их начинаете верстать, потом вы их начинаете печатать, потом сотрудники начинают их складывать в стол. На этом их жизнь как бы заканчивается. Ну, вот это вот, напоминает мне пыльные транспаранты на кумачёвых полотнищах, где вот по белкой там написано «Мир труд май», и которые раз в год, значит, вытаскивались из Дворницкой, отряхивались и выносились. Ну, нет, мы умеем в это играть, Кать, мы ещё помним, как играть по этим правилам, но нифига не интересно. Вот, и третье, к чему я ещё сильно плохо отношусь. Ну, может быть, что-нибудь совсем несуразное было вот там. Совсем несуразное было. Ну, это значит, это из раздела бред-бред-бред, не носите жёлтый цвет. Да ладно, такое тоже бывает. Да, была компания, это было неофициальное правило, там, видите ли, один из руководителей терпеть не мог жёлтого. Класс! Вот, я когда... Вот это маразм. Я когда об этом услышала, то есть, я подумала, что на меня прикалываются. Ну, вот реально прикалываются. Нет? Класс! Серьёзно? Может, просто вызовы, вот, если человек приходит к нему и вдруг на нём что-то жёлтое, он может просто его выгнать. Какая прелесть, слушай, очень круто, очень круто. Надо будет, мне кажется, сделать сборник самых несуразных правил. Ну, мы объявим подписку, я думаю, что нам накидают. Да, 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 да. У нас есть ещё время, Ань? Конечно, у нас есть время. Я думаю, что мы с тобой ещё можем по вопросу друг другу задать. Супер, супер, тогда у меня сейчас я выберу что-нибудь, бумажечка, у меня подсказочка есть, никому не говорю об этом. Так, HR-бренд. Каким должен быть HR-бренд, чтобы он помогал заниматься, эффективно проводить социальный рекрутинг? То есть, вот какими качествами он должен обладать, или как он должен быть построен? Для меня это очень сложный вопрос, я тебе объясню, почему ответ на него сложный. Под социальным рекрутингом мы подразумеваем, что в среде, в которой обитают некие клоны, некие люди, похожие на нашего идеального сотрудника, будет распространяться информация позитивная о компании, и люди сами захотят узнать о ней больше, прийти в неё и остаться с ней. Так есть. Ну, как бы вот, в теории всё выглядит стройно. Но здесь есть два подводных камня, которых, на мой взгляд, очень часто социальный рекрутинг разбивается. И я видела компании, которые преодолели только на интуиции. То есть, я не знаю рецепта, как это преодолеть. Первый камень такой. Друзья друзей приходят в компанию дружить и играть. Вот. Они нифига не работать сюда приходят. Вот. Вот это так. И вторая история это про то, что далеко не всегда портрет нашего идеального сотрудника совпадает с наиболее социально активными нашими сотрудниками, готовыми тиражировать. То есть, социальный рекрутинг тебя обеспечивает одна ЦА, которая привлекает своих прототипов, своих клонов. А тебе-то нужен другой совсем сотрудник, который вот этого социального референса не дает. Ну, или не дает его в таком объеме. Следовательно, вопрос, вот проанализировав это, а нужен ли тебе массовый социальный рекрутинг? Даст ли он вот тот эффект, который ты ждешь? Если нужен, если ты считаешь, что ты все рассчитала, если все классно, то, безусловно, это чистый маркетинг. Вот стопроцентный маркетинг. Ты делаешь вирусные продажи через социальные сети жизни твоей компании? Согласна с тобой, да. Я вообще считаю, что все коммуникации работают, по сути-то, по законам маркетинга. Есть продукт, есть обертка, есть целевая аудитория, и дальше уже каналы коммуникации, каналы продажи. Я готова к твоему вопросу. Ой, ну, у меня в завершение будет такой вопрос. Наверное, вы от меня не ждали его, но вот дождались спустя год. Катя, ты у меня последний гость в этом проекте. я хочу тебя спросить. Вот, скажи мне, что бы нам еще такого замутить на следующий год? Вот как ты думаешь, чего не хватает для внутренних коммуникаторов на медийном рынке? Что бы им такое рассказать, показать, чем бы их так, удивить? Чем бы их удивить? Или развить? Ох, вот ты сама что бы стала смотреть или слушать? Что бы я стала смотреть или слушать? Я бы стала, наверное, смотреть или слушать что-либо связанное с эмоцией по отношению к компаниям, что-либо связанное с цифрами, потому что это вот то, чего не хватает любому уровню коммуникаторов, когда тебе рассказывают про кейсы именно в цифрах, да, то есть потому что... Не умеют считать. Да, я считаю, что в принципе это проблема не только внутренних коммуникаторов, это проблема и внешних коммуникаторов. Нанимаешь пиарщика, говоришь, чем измеряется эффект твоей работы, ой, репутации, да меня не волнует репутация, мне конкретно в цифрах скажи, в каких показателях, сколько это должно быть и где это работает в воронке продажи информации, да, то есть вот в таком формате. Вот что-то про цифры, причем это касается и процессов адаптации, и мотивации, и чар-бренда, то есть очень хочется, чтобы рынок научились считать, оцифровывать, оцифровывать проекты, как они в проекте и проекты уже готовые, чтобы понимать, насколько они эффективны, потому что просто сказать, у нас классный проект, это как бы, ну, ну, классный, он очень субъективный, понятие классный, для меня классная круглая, для вас классная зеленая, то есть как бы, ну, вот, а что еще, что еще, что еще, что еще, что еще, что бы еще хотелось бы посмотреть. Даже не знаю. Даже не знаю. А по форматам? Если не о содержании, а о формате? Я много читаю. Мне вот про чтение. Всё, что связано с чтением, да, то есть я подписана на блоге, я подписана, собственно говоря, на блог внутренних коммуникаторов. Я вот всё, что связано с... Я говорю ещё раз, я очень слабый визуал. Мне хочется читать, хочется вот там гиперссылок, дальше ковыряться, проваливаться и так далее и тому подобное. Вот, наверное, в формате, по мне так, текст. Может быть, как какие-то ивент составляющие, клубные именно, потому что не всегда хватает времени, во вне рабочее время коммуницировать с коллегами по цеху, общаться, создавать кросс-профессиональные связи. Даже не для того, чтобы там продавать или делиться опытом, а просто зачастую эти связи нужны, потому что я могу сказать, что с разных мероприятий, на которых я там выступала, бывали случаи, когда люди приходили ко мне за помощью или я приходила к людям за помощью. Недавно буквально с директором по внутренним коммуникациям там Mail.ru мне надо было выйти на Mail.Dobro. Я не знала, как это сделать, нету контактов. Я пошла к директору по внутренним коммуникациям, с которым у меня создались, ну, неформальные кросс-профессиональные связи где-то вовне, пошла-зашла, потому что рынок, на самом деле, не такой большой, если посмотреть вот там на коммуникаторов, но при этом он разноструктурный. И вот эти вот связи, они очень-очень-очень-очень нужны, потому что на конференциях, как обычно, прибегает спикер, спикер тарабанил, спикер ответил на вопросы, и спикер убежал. Ну, а очень бы хотелось так, чтобы спикер... А поговорить. А поговорить, да. Просто там посплетничать о погоде, о чем угодно, но создать какие-то связки между людьми, не уровня визитка и презентации, а уровня. Краудсорсинг. Да-да-да, опять же, краудсорсинг, найм людей, идеи, помощь какая-то друг другу, потому что, ну, блин, на насморкинг. Да и краудсорсинг тоже, в том числе, типа, какие идеи и так далее, и тому подобное, да. Вот я понимаю, что там на меня, я довольно открыта в социальных сетях, на меня подписывается много людей. Когда мне, например, надо найти, не знаю, про краудсорсинг, лучшие истории про имейлинг, да, то есть я говорю, ребят, какие лучшие истории про имейлинг? Люди приходят ко мне и накидывают, им не жалко поделиться своим мнением, а мне для меня это как бы там целевая ресурс, абсолютно верно, да. И надо мне найти человека, там, я могу написать 10 товарищам и спросить, ребят, кого бы вы порекомендовали, я не говорю там про ваших сотрудников, ну, кого бы вы порекомендовали, может быть, вы кого-то видели-слышали, может быть, есть кто-то адекватный, кого можно научить. То есть, ну, вот эти вот ивент-неформальные связи, они как-то очень-очень-очень, их не хватает, по-моему, сейчас. Ну что же, я получила как бы свой ресурс, буду думать. Ну, а теперь твой последний вопрос. А, мой самый последний вопрос, самый последний вопрос, самый последний вопрос. Мы, наверное, уже на него даже и отвечали, но, как ты считаешь, что является гигиеническим минимумом в коммуникациях, в корпоративных? Вот что должно быть вот вне всяких? Это могут быть какие-то эфемерные понятия, это могут быть какие-то процессуальные вещи. Вот твое мнение. Без чего коммуникации можно даже не начинать строить? Ну, я бы назвала две вещи. Это внутренняя навигация, она обязательно должна быть. В каком уж виде она у вас будет представлена, решайте сами. Это будут реальные какие-то атерфакты, которые вы будете раздавать, или виртуальные. Но вы должны понимать, как устроена компания. Как в прямом смысле слова, да, там вот адрес, где что находится, где какой кабинет, это там иерархия, структура, да, там, кто за что отвечает. Потому что иногда так открываешь справочник сотрудников и думаешь, боже, и кто занимается вот этим? И вторая история, если мы говорим, ну, это как бы вот скелет, да, и первая обвязка на нём, в этом опорно-двигательном аппарате. Я бы сказала, что это жизнь вот день в день, час в час, минута в минуту. Это просто вот базовый новостной поток, о чём живёт компания, что происходит. Ну, то есть информационный поток прозрачности, открытость поля. Вот это поле должно быть, а дальше из него уже могут вырасти разные интересные проекты, там, и литературные какие-то, в виде журналов, интервью, там, ещё чего-то, и мотивационные, там, я не знаю, там, и брендинговые. Но в начале вы должны наполнить этот аквариум, чтобы в нём завелись золотые рыбки. Я поняла. Спасибо тебе большое, спасибо за ответы, за знания, за гостеприимство, за приглашение сюда. Зовите, зовите, зовите ещё. Ну, что же, наша финальная программа подошла к концу, и теперь давай мы, Катя, с тобой вместе, хором скажем всем до свидания. До свидания. До новых встреч. Игра престолов. В эфире HR-радио. Продолжение следует.